В Аким Актюбинской области Бердебек Сапарбаев переведет свое служебное авто на газ. Во время пресс-конференции в службе центральных коммуникаций он заявил о том, что такие изменения коснутся всех бюджетных организаций региона. Для чего в области решили перейти на дешевое топливо и какие планы строят, расскажет мой коллега Сабиба Ибусинов. Для Бердебека Сапарбаева Актюбинская область это четвертый регион, который он возглавляет. Пост Акима он занял чуть меньше трех месяцев назад и в этой должности это его первый отчет перед журналистами. По традиции в начале брейтинга спикер рассказал об основных социально-экономических показателях. На экономику региона все-таки мы являемся нефтяным регионом, влияет мировой кризис. Но несмотря на это мы принимаем меры, чтобы по инвестиции, по объему строительных работ и целом по объему промышленности, чтобы у нас показатели были не ниже, чем были в прошлом году. Аким отметил, что в этом году областной бюджет оптимизирован на 2,3 миллиарда тенге. Принимаются меры по поиску дополнительных источников резерва роста экономики. Сапарбаев привел примеры и вот один из них. В следующем году все транспортные средства бюджетных организаций региона переведут на газ. Во-первых, топливо добываем и производим сами, говорит Аким. Во-вторых, дешево и расходы сократятся в два раза. В первую очередь мы будем переводить бюджетные учреждения. С каждой бюджетной организацией этот вопрос отработан. Примерно переход на газ для одного транспортного средства составляет от 130 до 170 тысяч тенге. Если сегодня литр бензина стоит от 120 до 139 тенге, то если при переходе на газ это будет стоить 23 тенге. Вот посчитайте, сколько раз будет дешевле заправка с газом. Ну и пользуясь принципом «хороший пример заразителей», Наким пообещал, что одним из первых переведет свое служебное авто на дешевое топливо. Рассказал Сапарбаев сегодня и о реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития, в рамках которой запущено более 90 объектов на 800 миллиардов тенге. Не стал скрывать он и то, что два предприятия сейчас простаивают, но скоро заработают на полную мощность. А больше 70% дорог области не в самом лучшем состоянии. Это один из главных вопросов, больных тем для нашей области. Протяженность дорог составляет 6600, из них 4700 местного значения. Из них где-то 3-2 тысячи километров, несоответственно всем категориям. К сожалению, в трех наших районах, это Шалхарский, Байганинский и Мугалжарский районы, между ними нет нормальных дорог. До 2020 года, по словам Акима, в регионе построят и реконструируют сотни километров дорог, ведущих в центр страны и в Россию. В области сейчас работают и над выполнением одного из главных поручений президента поиском инвесторов. В конце месяца в октябре пройдет крупный бизнес-форум. Ответил сегодня Бердебек Сапарбаев и на вопрос, связанный с фотографией, наделавшей много шума в интернете. На ней изображены школьницы, которые в минусовую температуру ждут приезда властей. Те люди, которые это организовали, получили соответствующие наказания. Я всех предупредил. Не надо заниматься формализмом и не надо детей учить к этому. И не надо специально для Акима в области собирать детей или там работников в бюджетной сфере. Так что я думаю, что этого больше на территории области не будет. На вопросы Сапарбаев отвечал больше часа. Когда трансляция закончилась, Аким уходить не спешил. А решил уделить время тем, для чьих вопросов эфирного времени не хватило. Сабиба Ибусинов, Ерлан Наурзбаев, 24КЗ, Астана.